всем доброе утро у меня завтрак я сварила гречневую кашку и наливаю молочка молочко со станицы привезли так захотелось гречневой каши с молоком и еще я хочу рассказать вот про этот бальзам потому что было очень много комментариев много вопросов по этому бальзаму так покажу что в составе этого бальзама чтобы было хорошо видно лист лавра скорлупа куриных яиц корень лопуха листья брусники крапива зверобой масло виноградных косточек витамин е и мед цветочный способ применения нужно рассасывать во рту по одной чайной ложечки 12 грамм за один прием 2 4 раза в сутки за 10 минут до еды я его открыла но не совсем здесь было закрыто все фольгой я ее конечно убрала но еще бальзам не пробовал не начинала хочу показать вот он какой какой густой очень густой то есть его надо совсем немножечко потому что это уже тяжелый там же мед 12 грамм да вот так чувствительно я думаю что вот этого будет вполне достаточно хотя можно и проверить на весах очень хорошие вот эти бальзамы я беру уже не первый раз у мариной и хочу взять еще маме показать такой же бальзам есть для легких вот схожу к марине сегодня не возьму а пока у меня каша горячая я буду завтракать всем приятного аппетита и мне тоже это подушка массажер называется прикрепляешь на стенку кресла на нее ложится нельзя да у нее там липучка вот это включаешь и там до 3 режима да там клеится или чё там я не знаю еще не читала в штук из техники она сказала что она прикрепить да да вот прикрепить приспособить можно дома как-то подумать об этом да 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 нет так можно клеящую да и да да можно вот шею чуть пониже вот здесь позвонки знаешь вот здесь болят вот пониже вот тут тоже там можно и ноги подошвы да 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 то сейчас вот у меня хондроз и всякие всякие дела поэтому как бы вот а этот прикуривателя это вот кто на дальнее расстояние машине это так как бы вот такая штука чувствует 3600 ты молодец чего-нибудь да копает ну вот просто уже когда знаешь прихватить вы чего-нибудь тоже сам будешь думать сам будешь думать что тебе надо три режима в одну сторону в другую она с подогревом еще то есть если что тебя хондроз или как тот называется они разных и много-много видов я просто на это упала мне понравилось и она вот это все тебе там прокрутить если ты где-то в заж бывает простудила как-то мне в росте она еще с подогревом как-то она тебе еще правее да да то есть я еще не было да 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 но такая вот штука я думаю что супер будет так что такие дела лариса у нас рекламщик хорошие мы ее попросили привыкшая но я так не про рекламирую как пирас все показала все правильно я другую хотела совсем она через интернет а у меня же видишь я не могу пока через интернет себе заказывать поэтому пришлось так живую беру молодец поздравляю тебя с покупкой а спасибо вот я на до угощения зашла я на тут привезла колбаски какой-то попробовать интересные сыра копченую купила не знаю мужчина и они местные все брали говорят хорошей попробуем попробуем копченой какая-то А вот что такое? Не знаю, сейчас попробуем. Попробуем, конечно. Первый раз взял, не знаю, что-то. На телефон дали там. Это сами делают. Да? А, домашняя, натуральная. Они вот все их хвалили. Он его развозит, привозит по домам. Все ясно, вот оно. А я тут как раз нарисовалась. Вовремя. Люди берут. Ну, я думаю, и так хвалят местные же, они же вкусные. Ну, конечно, еще бы. Ну, и я думаю, дай попробовать. Еще бегать по городу искать, когда тебе сами дают. В общем, так вот. Зашла, видишь, по делам. Да. На пир. Да какой пир я вот сделала? Знаешь, что я сделала? Это вот капусту по-деревенски. Ну, а я думаю, винегрет еще ищу. Квашина с картошкой. Свеклу. Добавила горошек. Я такое не знала. Да? Ну, как-то мы не делали такое. Да ты что? А я так зимой вот это прямо вот хочу. Ну, да, я винегрет люблю. Ну, винегрет, да. Поэтому еще ищу. Свеклу нету. А тут, оказывается, другой салат. Это другой. Это другой салат. Да, винегрет я уже делала. А это вот я знаю, что делала сегодня. Груши, яблоки. Яблоки. Айва, паровая. Паровая? За пятиклоты? Нет, в пароварке. А, в пароварке без сахара? Да, без сахара просто. Можно сверху медом. Да, вообще классно. Я на пару. Ну, а что? Она так-то жесткая, а так, видимо, медит. Да, 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 да. Вот. Я вот это его делала. А, вон какая у тебя пароварочка. Ну, вот там вот сиропчика немножко. Даже не сиропчик, а вода, а простая вода. И вот сюда вот ложила и здесь вот делала. Вообще классно. Ой, посмотрите, какая красивая клумба. Ой, какие цветущие. Анютины глазки, а прелесть. Глаз не оторвать. Это вообще уже другого цвета. Все, все клумбочки, все разные. Ёлки уже продают. И цветы цветут. И цветут. И эти желтенькие. И не только желтые. Анюточки. Давай, ладно. Привет всем. Я не потерялась. Конечно, разве мы можем потеряться? Просто я живу далеко. Да. Ну, счастливо тебе. Давай тебе тоже счастливо. Всего доброго. Это капуста. Теперь мы ее в субботу купили на ярмарке. Вместе выбирали. Теперь будем солить. Да, ну вы уже поняли, что я сегодня в гостях у Марины. Да, да. В гостях у Марины. Вот. В тот неделю, ровно неделю назад я солила ведро капусты. Вот все, что от нее осталось. Да. Сейчас муж был на обеде. Ведро капусты? Ведро капусты. Ну, я как папе отдала. Ну, понятно. Тетя угостила. Все сказали, в класс вообще повторим. Понятно. Сейчас. Это что у тебя тут? Весь инструмент я приготовила уже. Да, это ножницы, которые я тогда, помните, показывала, что у меня есть такие ножницы. А, ну кухонные-то классные, вообще хорошие. Они очень хорошие. Для засолки капусты. Вот без этого я вообще ничего не могу делать. Это для чистки картошки, овощей, морковки. Вот я морковку чистила этим ножом. Прекрасный нож. Я к другим не могу. Я вот если другой беру, это уже не мое. Ну, а это мой легендарный нож. Ему 20 лет. 20 ему. Острый до сих пор. Сейчас у него в продаже, у Николая. Может, еще в других магазинах. Ну, по крайней мере, я просто с ним рядом стою и вижу, что у него черные ручки. Да, да. У меня вот она изначально, как и они были, вот она трещина. Можете показать поближе. Да, конечно, да. А сколько ее лет-то уже? Вот здесь трещина. 20 лет на этом монажу. И то, что он говорит, что срока годности он не имеет. Это правда. Это правда. Вот. Мы сейчас будем резать. Вот она капуста наша. Да. Вот она, наша морковка. И нам нужна соль. Это все, что нам нужно. И соль. Обычная, не югированная, никакая пищевая, обычная соль. Три ингредиента. Мы сейчас посолим быстро капусту. Начинаем? Да. Значит, нам надо натереть морковку, да? Да. Вот. На вот эту терку большую. Это тоже у тебя, слушай, интересно. Это тоже германская виндзер терка. Хорошая тоже, да. Вот. И на этой. Ну-ка, покажи, как она натерет. Покажи. Сама нарезка какая-то. Нужно сверху. Ну, понятно. Прямо вниз, чтобы были крупные барашки. Один раз. Один раз. Книзу и все, вверх уже не надо поднимать. Да. Угу. Вот так. И вот такие барашки получаются. Вот они. Да, вот. Крупные. Вот так вот, я не знаю, видно? Вот она крупная. Да, нарезка получается. Вот, вот. Все отлично. Вот это вот, да? Это все, что осталось от ведра капусты. Было. Я уже заправлена? С маслом? С маслом, с луком. И мы любим добавлять еще горошек, да. Вот это ведро было капусты. А я тут... Я точно так же сейчас сделала, только добавляла туда еще отварной картофель. Да? Холодный картофель отварной. Я туда так не делала. Да ты что? Да. Капуста по-деревенски. Да, я тоже так очень люблю. Сейчас. Вот так вот. И ложечку, и ложечку, и ложечку, что-нибудь. Ну-ка. Да-да. Тип, Лава, сколько соли? 15 грамм на килограмм. 15. 20 мне... Солоновато. Солоновато. Я решила взять 15. Нормально. Отлично. 15 сантиметров. Очень хорошо. Классно. И капуста, самое главное. Именно сама капуста очень хорошая. Да-да-да, засолочная красавица. Да-да-да. Давай разрежем качан, чтобы... Мы сейчас разрежем, да. И я, когда режу капусту, я использую такой тазик. Да-да. Ничего не летит, не летит никуда. Нет-нет-нет. Уборки делать не надо после этого. Угу. Мы сейчас разрежем вот таким ножом большим. Угу. Пополам. Так, давай я это уберу пока в стороночку. Вот. Давай вот это тоже уберем. Или нет? Ну, можно поставить на стол. Не упала, не мешала. Сейчас мы ее... Так, это я потом доем. О, и это тоже кочерыжка маленькая. Вообще ее практически нету. Отличная капуста. Вот пополам. Да. Вот это засолочная капуста. Да, разрезаем. Вот он наш старенький, но очень... Верный друг. Я даже когда больше готовлю, обязательно. Да я тоже все делаю. И вот начинаем сверху. И поехали. Кочерыжка внизу. Да-да-да. Вот. Прекрасно он все режет. Сейчас я покажу поближе. Все он прекрасно режет. Вот они. Тоненько. Я не знаю, сколько он изредал капусты. Николай? Это этот нож мой. Мой. Николай, я знаю, там, что он на том говорит. Он говорил, да, я слышала, что 20 тонн. Ну, уже больше, я думаю. Да. А твой нож я тоже представляю за 20 лет, сколько он изредал капусты. Да. Она очень полезная. Конечно. Очень. А как ее хочется, особенно в зимнее время, да? Вот когда весна, уже все. Летом ее как-то не хочется. А вот именно осень, зима, это что? Когда капусту режем, я ее всегда наедаюсь. Кстати, вот отрываются листья, я всегда наедаюсь ее. Вдоволь. Она полезная, любая. Конечно. Да, капуста хороша. Мы, я все время слиру за комментариями, ваши ролики все смотрю. Слиру за комментариями, и там просили опять показать, как солим капусту. Как посолить. Поэтому технологию резки мы не показываем. Как хорошо приходить в гости, солить капусту. Год назад вы ее так показывали. Слышишь, как хорошо в гостях солить капусту. Да-да-да. Я даже не втыкаю нож, потому как я привыкла к этому ножу. У меня вот, почему остается. Моментально. Моментально. Прошло, наверное, не знаю, сколько минуток. Половины, это да. Да, все, да. Капусту я все еще жую. Не наелась ее. Качаюшка хватка. Мы пошинковали. Мы тебе этот качан капусты. Я не знаю, правильно это или нет. Я помогу. Но я всю капусту, которую мы пошинковали, складываю просто в пакет, чтобы освободить тазик. Ты правильно, а куда ее девать? К сожалению, он у меня один. Такой вот для пищевой. Я не пользую тазики там из... Ну, я... И сам узла. Чтобы кто постирать, то это... Ну, понятно, естественно. У меня такой один тазик. Чистый. Пищевой тазик. Берем и складываем в пакет. Ну, в общем, это хорошая идея, да. Потому что так куда? Я так первый раз делала. Я год неделю назад первый раз я так делала вообще в своей жизни. Я сказала. Я тоже вижу вот так, кстати, очень удобно, потому что... Ну, куда ж его такое... Все, как бы, думал. Здесь мы будем мешать сейчас капусту. Мы будем ее взвешивать. И так можно взвесить удобно? Нет. Да нет, у кого нет таких весов, на бедьмине можно... А, ну, у кого нет... Да, очень даже хорошо. А почему нет? Каждый сам себе применяется. У тебя вот такие весы. Да, у меня весы, на которые я взвешиваю прополис-пыльцо. Да, это, между прочим, точные весы. Вот эти вот. Я проверяла своими гирькой. Они точные. Да, у меня 20-граммовая гирька есть. И показывает точно в идеале. Они точные. Так. Теперь мы морковь перекладываем в другую чашку. Мне было удобно здесь ее, это, тереть. Угу. Угу. Морковки, ну, вот, я думаю, что хватит. Я сделала на глаз. Я не знаю, сколько она на морковке. Но если ты любишь, чтобы было моркови побольше, тогда клади больше. Я тоже люблю. Если у меня останется, это ничего страшного, я ее помогу в морозилку положить. Потом оттуда достаешь, и опять такая же морковка. И в суп, пожалуйста. И в суп, и везде пригодится. Да, вот так вот. Нам нужна вот эта чашка, чтобы взвешивать капусту. Здесь я взвешиваю капусту. А, ты в этой чашке, да? Да. Угу. Ну, мне так удобно. Смотри, давай. Так, я что буду делать? Нам нужно поставить на... Мы берем весы. Вот. Теперь берем эту чашку, в которой была морковь. Весы включаем, нолик образовался, ставим чашку. Опять же, нажимаем на нолик, чтобы у нас был нолик. Берем капусту. Вот у нас как ее много. И взвешиваем. Я отвешиваю столько, сколько сюда поместится. Или два, или три килограмма. Вот тут немножко плотно. Ну, да, то есть полная тарелла, чашечка такая. И отвешивала два килограмма. Да, каждые два килограмма. Угу. И далее взвешиваю соль. Угу. Так, еще чуть-чуть. Два килограмма, да, входит? Да. Чтобы здесь было два. Угу. Ну, вот еще немножко. Вот, два килограмма у нас здесь. Мы отвесили два килограмма. Теперь мы берем... Получается, нам нужно 30 грамм соли. На килограмм 15 грамм. Да, на два килограмма 30 грамм соли. 30 грамм соли. Снова ставим на ноль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...